Не выдержало испытаний. Железнодорожный переезд между кондитерской фабрикой и пивзаводом отремонтировали прошлым летом. Подрядчики обещали, что проблема с вечными выбоинами в этом месте, а также с пробками, наконец будет решена. Ирина Вобещевич продолжит тему. В Караганде начали реализовывать трехгодичный план реконструкции улицы Гоголя. Капитальному ремонту с радикальными преобразованиями приступили минувшим летом. Участок дороги включал Гоголевский путепровод и дорогу до пересечения с улицы космонавтов. Подрядчики трудились усердно. Дорога приобрела новый облик на радость горожанам. Одной из задач был решить вечный вопрос с выбоинами на железнодорожных переездах. Сколько бы их ни латали, они появлялись вновь и вновь. Автомобилисты притормаживали, из-за этого образовывались пробки и аварийные ситуации. Подрядчики вместе с властями города решили применить здесь новейшие российские разработки. Мы деньги проплатили в Россию на Ярославский завод. Вот эти современные переезды, они на металлическо-пластиковые. И тогда уже, мы раньше, помните, мы делали переезды и рельсы закрывали. Машина все равно тормозила. А в данный момент она будет просто-напросто пролетать. Давайте отойдемте, это хорошо засыпает. Машины действительно начали пролетать через переезд, но со временем энтузиазма поубавилась. Покрытие, это видно невооруженным глазом, уже потеряло часть своих выпуклых составляющих. Полотно задралось и потрескалось, а ведь не прошло еще и года. Видел, что задралось, ну как бы пока едешь, ничего не мешает машине, а в дальнейшем, конечно, он поднимется еще выше. Ну у нас всегда так, как бы месяца два-три все, и потом начинается вот это все, ну как ямы, вылазит вся дорога. Неизвестно, как это все делается. Все, потому что деньги куда-то уходят, а у нас качества нету никакой. Извините, у меня автобусы. По качеству работы поначалу нормально было. Так, пролетали аж вот так вот, да. А сейчас вот заметно, вообще, перед железной дорогой люди останавливаются, даже те же автобусы, легковые машины. Некачественная работа вообще. Я даже год не простоял, да, уже убили. Вот так мы строим. Надо их драть, сидорых козы, правильно, машины бьются, как лихорадки. А в Европе я ездил, пролетаешь, пофигу. Люди строят свои догадки, почему ремонт на переездах медленно, но верно приходит в негодность. Одни ссылаются на некачественную работу, другие на материал и наши суровые климатические условия. Разъяснение дали в отделе жилищно-коммунального хозяйства города Караганды. Подрядная организация, которая выполняла данные работы, эти мероприятия будут исправлены. То есть, они ссылаются на то, что в настоящее время рельсы, которые проходят через кондитерскую фабрику, они не сильно закреплены, поэтому часто расшатывают просто вот эту конструкцию. То есть, в ближайшие дни данное мероприятие по восстановлению будет исполнено. Ирина Вобещевич, Женейдар Ахимжанов, Наталья Заяц, 5 канал.